Музей Михаила Щепкина Это дом был построен еще в 18 веке Это очень редкий дом В том смысле, что он сохранился После пожара Наполеона Наполеонского расширя И в середине 19 века Этот дом приобретает Михаил Щепкин Актер известный Основоположник школы реалистического театра Русского реалистического театра И вот здесь, вот в этом доме К нему приходили часто в гости Ну, как бы вся театральная Москва И, конечно же, вся интеллигенция Того времени Писатели, критики, например, Бога Пушкин был близким другом И многие другие артисты И критики И вот наш сегодняшний вечер Который мы открываем с Лили Это не только вечер Самой Лили, как поэта Откровенная зимия Ранее Это еще и начало такой программы Как Щепкинские среды Дело в том, что к Щепкину часто приходили друзья Именно в среду И мы хотим продлить эту традицию Пронести ее сквозь века И раз в месяц, каждую среду Здесь устраивают литературно-музыкальный салон Поэтому открывает этот салон Лили Это наше первое Как бы собрание в этом салоне Ну, а я вас приглашаю на все следующие собрания Которые будут Спасибо вам большое Всем добрый вечер Я необыкновенно тронута Что вы оказали мне такую честь Пришли поддержать меня Познакомиться с моим творчеством И я, конечно, хотела бы поблагодарить вас А также Елену Хвостову Она не только сотрудник этого музея Но еще и моя подруга Хотела бы поблагодарить Дирекцию музея И стены этого Необыкновенно уютного дома Где, может быть, Сохранился дух хозяина Великого актера Михаила Семеновича Щепкина За гостеприимство Свой вечер я назвала Сокровенное зимнее раннее Стихи — это всегда сокровенно Это всегда идет изнутри Это теплота И я надеюсь, что сегодня мы поделимся с вами Частичкой этого тепла Потому что согревать друг друга Никогда не поздно Каким бы ранним ни было творчество Я хотела бы пригласить К роялю моего полноправного партнера Этого вечера Одиссея Богусевича Известивая композиция Интернатору Реально Моргский конкурс Так случилось, что я родилась зимой В феврале А зима — это время осмыслений Когда застывает чувство И все, что когда-то волновало, кипело, обжигало Застывает Успокаивается Как запороженный снег Первый снег Он родом из детства Не забудь потеплее одеться Ничего, что зима у сердца Первый снег Просто гость из детства Первый снег Он как хлебный мякиш Свеж, похвуч, а под мышку не спрячешь Первый снег Словно сахар с солью Море нежности С капелькой Полью Первый снег Подвенечное платье Первый снег Это чистая скатерть Первый снег Подвенечное платье Первый снег Он же Тихий саван Все он напомнит свое О главном Первый снег Это память о доме Белой прописью ляжет по черному Первый снег Это все по-новому В каждом стоке И в каждом Слове С Ancient Сно Людмила Сво Сню Снег Это ведь не только холод Это еще и чистота А чистота Это первое свойство детства Итак, первые стихи, они, как правило, ценятся нашими родителями. Моя мама до сих пор хранит эту тоненькую детскую тетрадку с моими стихотворениями. Я начала писать стихи в детстве, потом немножечко в юности, в школьные годы, потом как-то все это успокоилось, забылось. И вот совсем недавно родилось мое первое осознанное взрослое уже стихотворение, которое, на удивление, оказалось детским. И впоследствии это также дало импульс рождению целой серии детских стихотворений. Детских стихотворений для взрослых, в том числе. Первое стихотворение «Зебра без полосок». Сболошилось небо, туча замерла, зебра без полосок по бульвару шла, Сбились кучку людей, диво из чудес. Как здесь оказалось? Для чего ты есть? Может, это шутка или это сон? Всполошилось небо, рассвердился гром, Капли застучали, вспыхнули зонты, Люди побежали. Зебра, отойди! Видишь, мы промокли, слышишь, не мешай. Где твои повозки? Что ли съел? Лежай! Тучка сверху таяла, радуга взошла. Беленькая зебра, марш ко мне, сюда! Я тебя полосками просто расцелую. Желтый, синий, красный, выбирай любовь. Прибежал к братишке брат. Бойко! Прибежал к братишке брат. Бойко, мы счастливчики. Придорожный банкомат производит блинчики. Под румянины бокам завихристые кончики. Что, не веришь, ближе Бога? Пожутил, там в бончике. Есть клубники, есть черники, Есть ваниль и шоколад. Бежим пока в наличии, А то будешь сам не рад. Прискакалом Танек Валю. Торопись, подружка. Прибежал к братишке брат. Прибежал к братишке банкомат раздает игрушки. Красных мишек, желтых зарек, Синих крокодилов. Пошутила, пошутила куколок красивых. В длинных платьях, в пышных юбках. Хоть в волоску, хоть в горох. Вот уже у банкомата Ребятни переполох. Спорят шумно, спорят громко. Кто быстрее, кто вперед. Брат отталкивает брата. Таня плачет, Валя ждет. Час проходит, два летят. Дети есть уже хотят. Ступать никто не будет. Всех рассорят в банкомат. Что же делать? Как решать? Надо взрослого позвать. Раступитесь, дядя Жора будет здесь соображать. Шоколад и мармелад, пончики да куклы. Эй, сломался банкомат, закатайте губы. Я возьму его домой. Здесь нужна починка. За ремонт конфет несите, Сливочные начинки. Но работать так, как раньше, Банкомат не будет. Жадных и недружелюбных банкомат не любит. Можно, кстати, не обязательно, Я очень благодарна, Аплодировать каждое стихотворение, Потому что это будет блоками. Вот. Спасибо большое. Следующее стихотворение. Так, я вижу ко мне гости еще. Места всем хватает? Садитесь, садитесь. Я очень благодарна новым гостям. Здравствуйте. Итак, сон про слона. Давайте это детское стихотворение Настроимся сейчас Вот такую войну, снежную воспоминания. Я видел сон загадочный, Как точный слон Вдруг превратился в бабочку С крылами махао. И как такое станется, Чтоб серый слон Стал бабочкой красавицы В семнадцать тонн? Лети, чудак над морем, В след тучек караван, А на спине, В пташке Походный чемодан. И как такое станется, Считай, что груза, гиря, Да, великан с ней справится, А кружечки погибли. Да, дерзкий дождь по коже Не причинит вреда, А крылышев коснется, Намокнут Парит и в ус не дует, Точнее, в хоботок, И рад, когда подует Попутный ветерок. В какие мчатся страны, В какие города Уберегут ли страны, Солнце и луна? Куда его уносит? Оправдан ли полет? А вдруг его подбросит До места самолет? Потом уж я Проснулся, Немного сожалел. Как там Мой слон крылатый? Надеюсь, Полетел. Говоря про детство, Нельзя не вспомнить Про родителей. Я Я счастлива, Что мои близкие Сейчас со мной. Но, к сожалению, Наша семья, Она уже Неполная. Нету Любимой бабушки, Нету папы. И Это стихотворение Я бы хотела Посвятить ему. Его Тоже не стало Все враги. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу Зарыться в свитер папы, Чтобы обнял, Чтобы, как в детстве, Спящую Меня поднял, Чтобы на кроватку сонную Меня донес, И рассказал по-своему, Как жил-был пёс. Хочу Кроссворды трудные Вдвоём решать И вдвое Папу больше Отгадать. А он бы удивлялся И хвалил, Какую умницу На свет родил. Хочу В двадцатый раз Про мимино Смеясь смотреть Любимое кино. Хочу с ним По-татарски Говорить И так же Свою родину Любить. Хочу А взрослой О себе Сказать, Что не всегда Бывает благодать, Что в час, Когда обидят В ней Невзначай Или прицельно. Папа, Выручай, Я про себя Тихонечко Шепчу. Так защити же Доченьку свою. Эх, папа, Если уж за правду И у самой Язык поганый. А помнишь, Как это ночью Перед сном Ты прошептал Козым Ты эталон. А эталон Чего Так не сказал. И сам о многом Папа не узнал, О чем расскажешь Догорел рассвет, Когда тебе Всегда Полвека лет, Когда до солнца Долетела птица И недочитанной Осталась Тлеть страница. Ты, папа, Вырвался Из тошнотворной клетки, А я по-прежнему Считаю знаки, Метки И обходя Очередную Сетку Хочу Вживеленной Быть В твою Грудную Клетку. Это стихотворение Я посвящаю Памяти любимых. Возвращается Все в природе Снег, вода, Дождь, вода И вот Следуй моде, Не следуй моде, Все равно На круги Придет. Возвращается Солнце, Ветер, Непогода, Морская волна, Возвращается Все на свете, Только ты Никогда, Никогда. Может, Жив ты В той капле, В той луже, В зимней стуже Снежинки Затих, Ты мне нужен, Как синод Ты нужен, Мой отец, Мой брат, Мой жених. Может, Жив ты В глазах Собаки На ресницах Замерзших век, И давно уже Райские маки Обрываешь Хороший человек, И такой далекий И близкий, Всем чужой, Меж до крови родной, Он не значится В ваших списках, А в моих Он живой, Живой. Пролеснет Календарь Страницу И закрутит Зорницы восход Все закрутится, Чтоб раскрутиться И отметить С семьей Новый год. Возвращается С памятью Лица, Даст Бог Памяти На века. Все, Что было, Всегда повторится. Человек Никогда, Никогда. Аплодиссея Так что Сегодняшний вечер Это не просто Вечер, А целая Одиссея Аплодиссея 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 Звучит музыка Зачем она нежданной силой то жжет потухшие сердца, то гасит боль невыносимо. Про что играет музыкант, о чем его гармония льется, то загрустит, то рассмеется души и рук его талант. Как отзовется нотный звук, чем наши струны отзовутся, когда они сразу или вдруг, но, к сожалению, порвутся. А сейчас мне хочется вас немножечко развеселить, уйти с этой минорной ноты и вашему вниманию веселый брюс. Зеленая эстрада Звучит музыка 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 Лето под знаком, каким? Плюс. Плюс. Нам обещает лето под знаком, плюс. О, е! Браво! Прошлым летом я участвовала в интернет-проекте «Лето писателя». Я очень благодарна этому проекту, он тоже дал такой мощный импульс, чтобы я начала писать и писать. Так вот, каждый день там задавалась определенная тема. Нужно было написать очерк, рассказ на определенную тему. И была такая тема под названием «Лавка чувств». Нужно было представить, как бы обстояла ситуация, если бы наши чувства, эмоции выставлялись на продажу. И отсюда родилось стихотворение «Магазин нерастраченных чувств». Дамы и господа, внимание! Объявление века в магазине чувств распродажа специально для человека. Подходите же, не стесняйтесь, стеснение нынче не в моде. И скромность, кстати, тоже, хотя смотря по погоде. И рассмотрите поближе совесть. Не чувство, ах да, отложим. Хотя, если надо, вату и сахара внутрь подложим. Вкуснее и мягче будет. Не надо? Тогда, на правду, хотя бы мельком взгляните. Ну да, неприглядно. Ладно, берите, что захотите. Хотите любви конфет побольше? Ну, вы разобрали. А может, и ебало. Выпусти. Вы сами-то ели, видали? Я? Да, нет, но кто съел, доволен. Всегда турманит, летает, смешит. Хотя это проходит со временем. Умирайте. Нежности лучше берите. Свежие, не пожалейте. Не раздавайте побольше. Лечитесь, не болейте. А может, бесплатного страха для храбрости? Нет, спасибо. Сомнений страхов с навалом уже выносить не в силу. Тут уж страх не с прошлого года, и даже уже ключи, не желает. Застынет, разумностью станет. Человека болезней, возможно, и не бывает. Заманчив, не впечатляет. Не видите разницы? Ладно, специально для вас новинка. Французская, настоящая, отчаянная витаминка. Кураж. И только сегодня с успехом он выдается. Так-так, уже интересно. А сколько платить придется? Без малого два литра потери крови и пота. Иначе кому охота? Вот-вот, поищи идиота. А может, удача найдется? Я взял. Говорят, дефицит. Удача только на сдачу для тех, кто себя не щадит. Куда же? Подождите. А как же упорство? Надежда? Поверьте, цена их таланту равняется нашей плане. А скупости лень отложить, тревогу, печаль не берите. Да, стоят они копейки, но так ли нужны они? Постойте. Возьмите радости, а с ней улыбки, бонусы. Получится вовсе недорого. Что горсть, что кино, по рулю. Не на упаковку, помилуйте. Хотите, но не упакована. Будь совсем простой и бесхитростный. Я дару, ее подарю. Без благодарности даже. Нет счастья. Нет продажи. Ставит он теперь закрытый товар, винув, груз. И вывеска тут же прибита. Магазин нерастрачен. Чувствий. Следующее стихотворение про мысли. Потому что чувство — это одно, мысли — это другое. Нередко мысли порождают чувства. И мое стихотворение о том, в общем, о вреде чрезмерных мыслей и о важности пребывать жить в настоящем моменте. Если взять все мысли с залом и швырнуть под потолок, разобьется в люстре лампа. И какой тогда в них долг. Лампа ночью освещает. К ней летает мотылек. И как мысль вокруг витает. Ей покоя. Ты горит. Напряжение в квартире. Эта лампочка горит. Или в перенапряжении голова твоя кипит. Избреженный и вредный мыслей Пышущий очаг и сигнал. Пора обедать. И не думать над ощак. Заварить покрепчик кофе. Шоколадка взрослый. Ощутить момент на облаке вкус. По небу прокатиться. Говорит, что не поможет. Не поможет шоколад. Что ж, крути побольше ламп. Киловатт тебе дороже. Следующее стихотворение Называется «Посвящение красной помаде». Такая неотъемлемая часть женского аксессуара. Я примеряю тебя реже. Работа, дом. С тобой не дружит королева. Твой час потом. Оттенки вишни и граната. У рубинов жар. Красиво? Да. И приказала. Идем на бал. Танцуются все. Ты в центре зала. Сверляшь взгляд. Нибко в красном приколам. Ты здесь принят. Закончен бал. Но богатсли свечи Не все ли равно, Когда на донышке Искрится Твое бордо. Блеснешь Кораллами слезами И в добрый путь. Мосты горят. Москва за нами. Стереть. Уснуть. Браво. Больше всего на свете Я на данный момент Ценю красоту. Красоту в самом высоком смысле Этого слова. Отвухтворенную красоту. И я, к счастью, Ее вижу буквально повсюду. Это на самом деле дар, Который открылся мне Пару лет назад. Я даже запомнила этот день. 12 января. Это было ничем не примечательное. Утро. Первое рабочее После всех новогодних праздников. И как-то я вышла С подъезда И мне показалось, Что все как-то не так. Все, что я не вижу, Мне кажется Каким-то необычным. Во всем я вижу смысл. Красоту, эстетику, гармонию. И, собственно, Пошли первые рассказы В этот же день. Я очень благодарна, Что открылось такое чувство Во мне. И поэтому Почему-то Следующее стихотворение Мне захотелось назвать Завещание. Красота, она бесспорная сила. Так нежна, загадочна, безбрежна. Любоваться можно бесконечно, Прикасаться лишь едва, бессильно. Красота, она влечет и ранит, Отголоском в пульсе отдаётся. Красота бесхитростно смеётся, Истинно и верьте не обманет. Красота, она с тобой навеки, Так легко её дыхание безвинное. Виноваты ли гордыня человека, Что извечно перед ней повинны. Красота, туман иллюзия, Велика, круга, одномоментна. За её страдания я молюсь, А не расточаю комплименты. Красота, она, конечно, сила, Женская, природная, от Бога. Защищайте же её, мужчины, Но не погубите. Ради Бога. А сейчас я бы хотела предоставить Музыкальное слово Моему другу из Пскова Борису Свидотов, Известный композитор, Лауреат, множество премий. Боря, не постесняйся, скажи, пожалуйста, Что ты у нас выигрывал? Конкурс Чайковского? Нет, конкурс Чайковского нет, Но в конкурсе именно имени Валерия Гаврилина Участвовал дважды, Один раз занял первое место. Спасибо за субститры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И если все в жизни не случайно, то так случилось, что мой самый любимый рассказ, еще тоже с школьных лет, рассказ Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Рассказ о любви. Рассказ о любви. Рассказ не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Непрерывная война научила его мучеливости, забвению собственной жизни. Под воздействием таинственно-сказочного вечера и музицирования топера Баумвиса, маршал принимает неожиданное решение – поехать в дом, в незнакомый ему дом, на праздник по случаю 23-летия певицы Марии Черни. Лошади мчались по земле кованой серебра. Снег таял на их горячих мордах. Внезапно лошади остановились. Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами, и они рванулись, скачащие по узкой дороге. — Форель! — сказал возница. — Веселая рыба! — маршал улыбнулся. В этот вечер он не пил вина, но обеспеченное опьянение, охватившее его с необычайной силой, не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну к старому дому с высокой крышей. Лесничий соскочил и откинул полость. Дверь распахнулась, и маршал, об руку с Баумвисом, вошел в низкую комнату, освещенную свечами. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин. Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни. — Простите меня, — сказал маршал, и я как покрасил. — Простите за непрошенное вторжение, но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня. Все молчали. А Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как и тенька. Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила. Это было очень больно. — Да, — ответил смешавший с маршал, — это был крепкий садельный удар. Современники слышали о светлой красоте Марии Черни, о ее легкой походке, капризной, но пленительном раме. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь этой женщины. Может, только такие люди, как Шильдер, могли быть достойные любви. Что было дальше? Маршал провел в доме лесничьего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь. Или зимние ручьи, где плещатся форель. Или это смех и пень и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах Марии Черни. Или это обнаженная рука на жестком полете, пальцы гладящие холодные волосы. Или это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце. О нежности, о ласке. Может, это возвращение детства? Кто знает. Или это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце, и Мария Черни судорожно гладит рукой столы, обои, створки дверей той комнаты, что была свидетельной ее любви. Или это крик и беспамятство женщины, когда за окна или в дыму факелов на приездских выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают в седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора. Бывают истории, которые промелькнуты и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших наивольными их птицами. Один мой знакомый журналист по фамилии Шендерович как-то сказал, что, Лиля, запомните, не бывает побед, не бывает поражений, не бывает успеха и провала, не бывает приятие или отказа, бывает твое или не твое. И мое следующее стихотворение об этом. Бывают двери сказные, бывают двери стальные, бывают двери из липы, бывают кожи обиды. Бывает дверь потайная, бывает она не случайная, бывают двери глухими и редко бывают родными. Бывает, в одну постучишься, в другую ногой толпишься, третью с ноги откроешь, в четвертую еле входишь. Бывает, сами откроют, потом со слезами пробудят, бывает, чуть отворят и нужно-ненужно пробудят. И редко, когда удержат, с подброга обнимут, удержат. Бывают замки в них врезные и реже уже навесные. Дверные глазки подайные, да косяки деревянные. Бывают, что и поддержат, бывает, что и задержат, бывает, что и поддержат. Лишь дотянись до ручки холодные, оловянные. Бывают двери желаные, сердечные, долгожданные, с замочками секретными, да ключик без ответа. Бывает, дверь расписанная, и краска на ней золотая. Бывает, с краской под теками, шершавая, да убогая. Бывают двери чужими, бывает двери твоими. Не обижайся, не суди, она извилистая дорога, и тварь, рожденную от Бога, в поспешной мысли не крени. Длиннее ночь, короче день, все реже солнце проникает, его лучи протянут тень, от нас, от всех, она спадает. Разочарованно не пой, ища в обидах упоениях. Меняется у точек зрения, меняемся и мы с тобой. За мирожами пустоты не требуй объяснений пытку, всегда тщетна эта попытка полить искусные цветы. Не расщепляя на куски свои догадки и сомнения, принять попробуй и прости его, мое, ее, их мнение. Звенящий колокольчик деликатность не вовремя включает свой сигнал. И вот уже обижен за бестартность, со всех радаров, милый друг, пропал. Туги на ухо, на язык спесивы, леляем гордость, как сокровище в плену. И поступаем очень некрасиво, погружены в холодную войну. Рассудит время, обречен арбитр, рассопит нежность глупые сердца. И вот уж ласкуй все трещинки залиты, и к сожалению не отыскать конца. И вот спешим, несем слова прощения, в неведе никакой подобрать. Слова, слова, как мало в этом гене, попробуй наложить на рот печать. Пусть в слове все, его коварна воля, я не умею им себя сказать, чтоб с полуслова, с полувзгляд и довольна, все остальное только воздух сотрясать. Мы начали наш вечер с воспоминаний о детстве. И в заключительной части мне бы хотелось возвратить вас в такую нежную, зеленую, весеннюю пору. Кстати, весной я еще не писала стихи, так случилось. Надеюсь, что все в будущем. Стихотворение называется «Продетство», да, так и называется. Ах ты детство мое, зеленое, босоногое, по колено трава пологая, от ванчиков нежность пушинок, разноцветных секунд, вот и снимок. Обласкай меня, солнышко звонкое, в карамели раскрась руки тонкие, прорисуй вокруг носа веснушки, мы с тобой навсегда подружки. Раз, тихонечко дождик закрапал, значит, кто-то вверху заплакал. Ничего, он сейчас проплачет и увидит звезду чуть иначе. Будут ярче блистать боковинки, словно склеились все половинки. Красивее этой картинке не найти, не сыскать во всем мире. Оставляя следы на асфальте, Не хотелось бы раствориться В душевом зное, в одном легком платье, В самом дальнем облаке скрыться. И оттуда спуститься капелью Долго, долго Свинеть по стеклу И блестать на макушке, у ели, на листочках, на сонном лугу. И рассвет с Рождеством поздравляя, Миллион засияет зеркал. И в одном бы из них, Не гадая, Ты бы увидел меня И узнал. Я хочу в тебя верить До скончания эр, Без остатка, без цели, Без условий, без меры. Я хочу в тебя верить Против страха потери Среди всей пустотей Я хочу в тебя верить Я хочу тебе верить Как полоскам на венах А не в чьи-то измены На бегу или в генах Я хочу в тебя верить В твой оскал и улыбку Твоим дам и запискам И молчания книгам Я хочу в тебя верить До скончания света По касательной ветра Я смогу тебе верить Спасибо большое за этот вечер Тут некоторые меня попросили, чтобы я обязательно спела что-то на французском Для меня это так ответственно Но я попробую Пойдите все, если сможете Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...